итак моем распоряжении вот такой вот станочек это станочек для заточки лезвий фуганка то есть привод здесь была бабка камень висел вот такой вот вращался здесь ездил камень заточной это фигня по идее опускается подымается ею зафиксировал шпики ну короче ладно это все фигня это конечно не фризерный станок и не этот я его просто приспосабливаю своим нуждам так есть она все вот так вот подача офигеть быстро тренировать руки на мелкую подачу причем очень тяжелый ну это меня то есть сейчас находила чуть-чуть помягче я поджал клин поэтому стала жесток ездить здесь как бы она стоит жестко не болтается не там не здесь короче минимальное ковырянием столе главное что был мощный приспособил я сюда вот эту хреновину то есть она такая страшная потому что как бы это я это сделаю вот эту вот сказать направляющие 2 и как бы соберу обратно эту бабку с камнем чтобы она была в рабочем состоянии это все лирика присобачивается лист пластины сантиметровые 10 миллиметров до к нему эту подачу что я показывал и вот это у меня так он ездит то есть она здесь все так хлипенько сделано но она ездит есть хвост здесь клин она поджимается когда поджимаются два этих винта она мертвого его не сдвинешь с места не чем не винтом ничем я здесь планирую еще поставить шайбу одну то есть в распор этой чтобы она хотя по щапок так попробую но скорее всего поставлюсь еще одну вилку сюда и прихвачу осмысле не кричу смысле этим болтами зафиксируем двумя круче но так вот ездит вот так вот только мне кажется конечно чуть-чуть может быть в кривую короче буду пробовать сейчас это момент примерки так сказать шок с чему этажки хоть одевавку грунток расстрелим не углубить был на работе болтается ничего здесь подложу что-нибудь это как бы не очень важно момент главное что здесь патрон стоит что еще показать здесь будет двигатель сейчас в общем вот так вот будет это все дело шкив переточенный показывал здесь он на валу точеный должен быть по идее здесь еще подниму есть на груди все закрутится и вот так он встанет соотношение шкивов не помню сейчас я там считал по-моему 5 чем-то да и получается здесь 1350 здесь будет на соответственно районе 300 200 чем-то 203 около 300 короче получается что у меня около 300 получалось как я считал в спинтеле ну соответственно мощность будет конечно не 180 ватт мощность на этом 180 ватт есть мощность на валу на этом будет соответственно разов так в четыре я думаю больше натягивается ремень натягивается с помощью этих шпилек вот этот распорочная шпилька основная пермотянет ремень здесь конечно все подобно на так сказать с божьей помощью на скорую руку делалось где-то вырезались шляпки болтов где-то гаек уменьшались грани так оно получилось я думаю что резервать она будет вопрос как она будет резервать здесь как подергать его ну короче люфтов здесь у меня нет никаких сейчас на люфтит вот на этой сама ну не за не зажатая это не люфтит это не люфтит конечно я не знаю как насчет буду горизонталью еще искать это вроде я выровнял горизонт здесь надо еще будет придумывать подкладывать что-то под пресс наверно искать горизонт потому что вот эта бабка посмотрим еще не мерил угольник так она получилась резервать буду головки только пикачу здесь есть регулировка относительно так дело идёт к фрезеровке мерцание что хотел показать сейчас как моя головка китовская короткая вот так видите со способом в оружие я поставить я хочу сделать так как на фрезах чистовых то есть как бы полукруг сделать в эту сторону чтобы она как бы скос небольшой такой полукруглый и надеюсь что она будет этого меньше царапать кружке точила самодельно и без упора ночью чтобы придумывать под упор потому что нужно как-то вот так вот выставить и примерно сточить сточить этот краешек на каждом зубе по чуть-чуть все поломалось снять после пробных этих воде зубе целые видно целые все целые остались вроде к эта жесткость и ну вот потянул пару болтов который забыл потянуть более жестко стало потихонечку подавать она грызет рельсу подаю вот рукой подаем здесь минимум подачу делаю не позволяет рука вот она его грызет подаю чуть-чуть не знаю как насчет этого масла надо конечно давать давайте посмотрим что получается обратно еще есть не очень зубы поломает ну вот так вот она видно нет убежать или нету только строительки выдергивать поэтому пока не выключаю ну вот так она это ерунда получается царапана конечно получается но грызет можно пробовать по крайней мере выровнять плоскость а там дальше шлифовать вот так вот вот так вот ну вот что получилось после первого пробного прохода здесь яма здесь брала конечно чистота оставляет желает лучшего это не чистовой проход при таком приближении ну я думаю что для выравнивания пойдет что там будем что-то еще придумывать это после второго прохода я же говорил сейчас надо будет все снимать не наразил еще один проход шлифуем то надо снимать и уравнять эту часть ставить другие вот прижимы тут понаделал а потом когда забазирую индикатором фрезеровать и шлифовать надо еще сделать будет на это место держатель для индикатора какой-нибудь простенький а Ну рельсы, короче, по поверхности здесь шероховатая, поэтому где-то чуть больше, где-то меньше, может чуть вывинуто посредине. Будем фрезеровать. Очень медленная подача, но идет вроде бы. Вот так это выглядит. Проходов, наверное, 10. Последние два прохода я на одном уровне просто проходил, чтобы где-то если и детонированности, чтобы оно выровнялось, потому что подача ручная. Тряпочка в виде маски, в виде маски в виде тряпочки. Вот так оно получилось.